Добрый вечер! Музыкальный ринг вновь в Москве. Вновь в Москве. И, вы знаете, вот пока страсти еще после наших последних раундов не утихли, мы все-таки решили предложить вам новую встречу на ринге. Новую встречу на ринге, на этот раз с участием в Music Summit. Нет, это не название новой группы. Music Summit – это название новой международной акции, которая три часа назад началась в Москве, в спорткомплексе «Олимпийские». Но, вы знаете, вот чтобы вас не смущало, что тут идут какие-то переговоры, я вам сегодня раскрою немножко нашу кухню. Дело в том, что вам, наверное, казалось, что я веду всегда эти передачи в какой-то комментаторской комбине, но это не так. Рядом со мной всегда сидит режиссер этой программы, еще очень много людей. И вам покажет, как же начиналось шоу в спорткомплексе «Олимпийские» три часа назад. Ну, а я, по ходу, кое-что вам подскажу. В переводе «Music Summit» означает «музыкальная встреча в верхах». И организаторы этой встречи, Ордкомитеты Японии, США и СССР, собираются ежегодно устраивать фестивали и концерты в разных странах мира, чтобы на вырученные средства собрать фонд для оказания благотворительной помощи нуждающимся общественным организациям. Это в будущем. Но свой первый шаг «Music Summit» делает в Москве. И два концерта в Олимпийском, которые состоятся сегодня и завтра, посвящаются годовщине атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А сбор от этих концертов пойдет в Советский детский фонд. Приглашение участвовать в первой благотворительной акции «Music Summit» были разосланы Роду Стюарту, Тому Джонсу, Офри Хазе, Латое Джексон, сестре Майкла Джексона, Эдгару Винтеру из США, Группам Бэнглз США, Шоу Я Япония, Битлз Ревайвал Бэнд из ФРГ и другим ведущим рок-музыкантам разных стран мира. Но вот кто из рок-звезд приглашение принял, вы скоро увидите, так как все участники первого благотворительного концерта «Music Summit» должны появиться на нашем музыкальном ринге. И здесь, здесь их с нетерпением ждут, ждут команды, претендующие на главный пресс нашего музыкального ринга, победителя 89. Но здесь приготовьтесь к первой неожиданности, потому что команды эти не музыкантов, как это обычно было в наших шоу-программах, команды этих моих коллег, журналистов. Журналистов из радиостанции «Юность», журналов «Смена», «Советская эстрада и цирк» и «ТАСС» музыкального «Олимпа». И вот они все решили претендовать на наш главный пресс. Вы его помните? Это хрустальный скрипичный ключ, изготовленный специально для нашего музыкального ринга кооперативом «ГУТА» при Ленинградском заводе художественного стекла. И вот кому этот ключ достанется, как всегда, решать будете вы, наши уважаемые телезрители. Конечно, если вы захотите выступить сегодня в роли судей. Итак, знакомьтесь с претендентами. Команда радиостанции «Юность». Ее представляют программы «Молодежный канал» и «Галактика». Думаю, почитатели Олега Гробовникова будут счастливы не только услышать во весь голос, но и увидеть во весь экран своего любимого ведущего, а также режиссера программы «Галактика». Владимира Якушенко. Музыкальная программа «Галактика». Владимир Якушенко и Олег Гробовников представляют музыкальную программу Новая музыка, лучшие песни, разные стили, созвездия имен в музыкальной программе Слушайте, выбирайте, участвуйте, зажигайте новые звезды в музыкальной программе Ваш выбор. Команда радиостанции «Юность» и ее поклонники заняли сектор А, а в секторе В вторые претенденты на звание победителя музыкального ринга мои коллеги-журналисты и Стас, авторы и ведущие музыкального Олимпа. Вы помните, музыкальный Олимп Стас это национальный хит-парад, это аудиопрограммы, плакаты, а теперь это еще и информационно-музыкальный висник Стас и занимаются всем этим Кирилл Орленко, Николай Березин, Андрей Коротков и Николай Ефремов. Музыкальный Олимп Стас Вы заполнили эту команду, а теперь следующее, популярный молодежный журнал «Смена». Его представляют все, кто сидит в секторе. Но атакующие вопросы, надеюсь, сегодня будут задавать Евгений Федоров, Александр Маркевич и Игорь Кононов. Именно им принадлежит идея создания музыкальной антенны, видеостраниц «Смена», проведение первых в стране ночных карнавалов, наконец, телевизионный конкурс 50 на 50. Это ведь тоже молодежный журнал «Смена». Команда молодежного журнала «Смена». Вы ее запомнили. И последние претенденты на звание победителям музыкального ринга 89, они находятся в секторе Е. Это команда журнала советской эстрады и цирк. Это первое-единственное издание, посвященное развлекательной индустрии. Я вам напоминаю. Авторы этого журнала, Марина Райкина, Дмитрий Лавковский и Михаил Сигалов, выбрали своим музыкальным символом черного кота. И несмотря на этот многострадальный образ, просили меня непременно подчеркнуть, что советская эстрада и цирк это единственный журнал в поп-музыке, который, в отличие от своих конкурентов, занимается своими прямыми обязанностями, сознательно не отвлекаясь на рекламно-коммерческую деятельность. И первое исключение сделано сегодня для музыкального ринга. Возможно, возможно, этим мы обязаны черному коту. Вы помните черного кота, который сидел вот здесь рядом 13 мая, когда шел наш музыкальный ринг из Москвы? Правда, помогал он мне не очень успешно. Но посмотрим, может быть, сегодняшняя наша шоу-программа пройдет лучше. Хотя я вам хочу сказать сразу, что мы все очень рискуем. Дело в том, что все музыканты, которые появятся сегодня на ринге, приедут к нам из Олимпийского, увидят впервые вот эту студию. Впервые увидят их и операторы, впервые увидят их и режиссер, и все, кто сидит рядом с ним. Поэтому вы представляете, что сегодня все будет делаться на импровизации. И что из этого получится, посмотрим. Так, вы знаете, вот меня снабдили даже рацией, вы слышите, наверное, она все время работает. И вот я слышала, директор нашей программы Виктор Шу Ленин только что сказал, что первая группа уже подъехала к студии, они выходят из машины. Вот по моему плану, вы знаете, это должна быть группа из Японии, группа Шоу Я. Витя, как? Да, да, группа Шоу Я. Ну что ж, я могу пригласить их в студию? Витя. Так, давайте мы их сейчас... У нас же здесь камера стоит. Давайте сейчас сразу отсюда их снимать. Володя, а мы где-нибудь будем видеть? Я могу видеть где-то на мониторе? Вот они. Вот они входят. А, вот они входят. Ну что ж, тогда звукорежиссер фонограмму этой группы. Группа Шоу Я из Японии. Это приятная неожиданность для поклонников хэви-металл, которые давно ожидали появления представителей своего любимого жанра на нашем музыкальном ринге. Думаю, появление этих девушек превзошли все их ожидания. Правда, приготовьтесь к тому, что петь они у нас на ринге не будут, как я знаю, не будут. Под фонограмму многие уважающие себя певцы на Западе делать этого не хотят. Это вы прекрасно знаете, ни при каких условиях. А вот вживую, вживую это сделать сейчас в студии невозможно, так как вся аппаратура этой группы находится в спорткомплексе Олимпийский. И как только девушки выступят на нашем музыкальном ринге, они вновь уедут на концерт, чтобы сделать там хэппи-энд. Хэппи-энд, мьюзик-саммит в Олимпийском. Ну а пока группа шоу Я из Ипонии на нашем музыкальном ринге. Приветствуйте их, они, по-моему, вот-вот должны войти в студию. Приветствуйте группу шоу Я из Ипонии. Приветствуйте группу шоу Я из Ипонии. Приветствуйте группу шоу Я из Ипера. а это группа шоу я начинает сегодня первый раунд и я хотела бы убедиться что японские девушки знают что сейчас здесь студии начнется игра вам девушки будут задавать вопросы журналисты из четырех команд вы согласны на них отвечать если даже эти вопросы покажутся вам похожими на японскую национальную борьбу с ума так вы как-то очень долго совещаетесь согласны я тогда прошу переводчика взять микрофон и все что дальше будут говорить японские девушки вы переводите нам прямо в микрофон пожалуйста договорились но отлично тогда еще договоримся об одном если вам понравится вопрос какого-нибудь журналиста если он покажется для вас самым неожиданным я вас очень прошу вручить этому журналисту ваш пресс а а потом мы посмотрим совпадет ли ваш выбор с мнением наших суде телезрителей которые будут очень внимательно смотреть за игрой на ринге и решать какая из четырех команд выиграла первый раунд вы поняли уважаемые телезрители свою задачу вы будете сейчас внимательно следить за игрой журналистов из четырех команд и решать кто же из них в первом раунде задаст вот этим японским девушкам самый неожиданный вопрос договорились прекрасно и так я даю сигнал началу первого раунда его начинает команда радиостанции юность у радиостанции юность есть один вопрос его будет задавать режиссер владимир ягушенко сам в прошлом музыкант музыкант первого состава советской рок группы автограф и поэтому вопрос будет исключительно специфический музыкальный пола скажите содержание ваших песен также прекрасно как вы сами или как ваша музыка и то и другое так же как и мы и также как музыка и также как и текст этих песен спасибо я хотела бы узнать как зовут переводчика наташа наташа у меня к вам большая просьба если возможно переводить русские вопросы все русские тексты синхронно девушкам чтобы мы не теряли на этом время и договорились извините на японском невозможен синхронный перевод потому что самое главное слово стоять в конце предложения но дверь и я этого не знал ну что ж это интересная подробность это продолжаем следующий вопрос сюда пожалуйста музыкальный олимптаз если такие очаровательные девушки выступают без мужчин то это можно объяснить тем что они прекрасно выполняют эту работу сами или давней японской традиции по которой мужчины очень не хотят работать вместе с девушками наташа нам очень хотелось бы услышать хотя мы ничего не поймем как отвечают на наши вопросы японские девушки так что пусть они отвечают по японски может быть кое-кто в этой аудитории поймет и может быть наши телезрители знающие японские тоже кое-что поймут а потом вы будете переводить нам договорились отлично это и ни то ни другое просто это получилось совершенно случайно так просто у нас не было никакой цели не мы не имели ввиду никакие традиции просто мы собрались случайно женским коллективом и играем вместе прекрасно журнал смена у меня несколько не музыкальный вопрос у нас в стране музыканты да и не только музыканты называют японию страной восходящего солнца как у вас в японии называют советский союз спайку а а а а а а никак не называют а а а а в одной книге о японии я прочитал что японский бизнесмен своим нравом сильно отличаются от своих коллег из америки из европы прежде всего тем что стараются соблюдать кодекс чести японских самураев скажите если вам вдруг не удастся достичь успеха ваш менеджер сделает харакири а а а а и а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он просто болеет за эту команду и выступает за эту команду Владимир, ваш ринковский вопрос Вопрос мой такой Общепринято, что повар должен быть китайцем, а жена японкой Что касается и китайского повара, это бесспорно А вот делал ли кто-нибудь предложение кому-либо из этих девушек Очень много раз Ну что ж, по-моему, наша игра как-то складывается Японские девушки себя чувствуют на ринге прекрасно Поэтому я предлагаю посмотреть нам всем вместе еще одно их выступление Но, к сожалению, в видеоклипе Девушки отдыхают 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 Самый неожиданный вопрос Кто вам понравился Из наших журналистов Вручите ему Ваш приз Девушки выбрали молодого человека Который задал вопрос про харакири Я прошу этого молодого человека Выйти с девушками И получить приз Приветствуйте все Это журнал Советская эстрада и цирк Журналист Дмитрий Лавковский Из журнала Советская эстрада и цирк Но это еще не значит Что этот первый раунд Выиграл именно этот журнал Сейчас мы узнаем Что же решили наши судьи Телезрители Но прежде Мы девушкам дарим В памяти сегодняшней встречи Наш главный Пресс музыкального ринга Крустальный Итак, внимание Мы сейчас начнем Наш второй раунд Второй раунд Который по моему плану Должна провести Латоя Джексон Сестра Майкла Джексона Сестра Майкла Джексон Дай генерацию Виктор Я вот не поняла Вы вели переговоры с режиссером Латоя Джексон приехала из Олимпийского Виктор, я не слышу А, вот она идет Ну что ж, тогда Толя, дай фонограмму, пожалуйста Латоя Джексон Сестра Майкла Джексон Ее должен сопровождать Сопродюсер концерта Мюзик Саммит Андрей Орлов Он мой коллега Мой коллега-журналист Он будет сегодня Выступать в роли переводчика На нашем музыкальном ринге Вопросы, которые журналисты будут задавать Латои Я предлагаю сосредоточить Вокруг талантливой семьи Джексон Которая, как мы знаем с вами Все братья и сестры поют Приветствуйте Латою На нашем музыкальном ринге Итак, в чем секрет таланта Семьи Джексон Если кто-нибудь из журналистов Расстроит этот секрет Будем считать, что он Выиграет второй раунд You just don't have a good idea I thought I knew You know I'm trying, and it's a master I think it's time, my phone's amazing You can't sweat You never Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Я не очень поняла, почему нокаут? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Журнал «Смена» Такой фантастический вопрос Если бы вы стали президентом США Стало бы в США жить лучше и веселее? Я думаю, и то, и другое И счастливее, и намного веселее И я бы тогда подружила все страны мира Милая Лотоя Милая Лотоя Журнал «Советская эстрада и цирк» Вы молоды, талантливы И, судя по тому, какие поставили нам условия, очень умны У меня такой вопрос С чем чаще вам приходится сталкиваться в жизни? С любовью, обожанием или людской завистью? Та реакция, с которой я сталкивалась пока в жизни, очень положительная Люди рады вместе со мной И я этим горда Я не думаю, что мне приходилось встречаться с каким-то отрицательным отношением к себе Спасибо Спасибо, первый круг вопросов закончился А, Лотоя, как мы сожалеем, что вы не можете нам здесь спеть Что нет вашей группы, нет инструментов Но, я думаю, мы все вместе с удовольствием послушаем песню в вашем исполнении Толя, дай нам фонограмму, пожалуйста В вашем исполнении Продолжение следует... 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 Продолжение следует...